В террасполе мягкие кровли из рубероиды меняют на крыши из металлочерепицы. Сейчас работы идут на пятиэтажке по улице Гвардейской. Ее переоденут уже этим летом. Наталья Ткачук продолжит. Как понять, протекает кровля или нет? Самый простой и наглядный лайфхак от строительных мастеров. Нажать ногой на так называемый битумный ковер. Если воздушный пузырь издает звуки, значит крыша течет и ее надо менять. Вот она как бухтит, она вот у с металлитки. Можно попробовать? Можно. Это крыша на пятиэтажке по улице Гвардейской в столице. Кровля из рубероида. Крышу скоро заменят. Здесь будет металлочерепица. Выглядеть крыша будет вот так. Такую же недавно сделали по улице Свегуненко. Столичные власти посчитали. Металлочерепица выгоднее. Долговечность шатровой кровли в порядка четыре раза превышает. Долговечность и срок эксплуатации мягкой кровли. Это стоимость плановых ремонтов самой шатровой кровли в разы меньше, чем стоимость эксплуатации мягкой кровли. Ремонтировать проще и дешевле. Прослужит дольше. К тому же и выглядит красивей. У шатровой крыши есть еще одно важное преимущество. Мягкая кровля летом на жаре плавится. Жители верхних этажей живут как в духовке. Шатровая крыша сохраняет прохладу летом и тепло зимой. Это эффект, так скажем, подушки тепловой. Получается, у нас под шатровой кровлей летом не жарко, зимой не холодно. Потому что тот чередачное помещение, которое создает воздушную подушку, оно предохраняет верхние этажи как от повышенных температур, так и от пониженных температур. Из металлочерепицы сделают еще три пятиэтажки в столице. Два дома по Карла Маркса и один по Свердлова. Работы планируют завершить до ноября, а в ближайшие два месяца в Тирасполе разным ремонтом, где-то будут латать, где-то менять участками, отремонтируют еще 39 крыш. Для Тирасполя это немало.